На российском рынке стали доступны новые версии автомобиля Genesis 80-й серии, продажи которых начались год назад. Так, седан Genesis G80, что прежде оснащался только бензиновыми моторами, сейчас разжился 200-сильным турбодизелем. Такие машины имеют 8-ступенчатый автомат и полный привод. Для дизельного седана предлагаются те же комплектации, что для 4-цилиндровых бензиновых машин. Цены тоже одинаковы – от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Добавим, что премиальный кореец набирает популярность. В прошлом году спрос на 80-ку вырос на 66%. Правда, в абсолютных показателях результаты довольно скромные. Своих владельцев нашли чуть больше 600 автомобилей. У родственного кроссовера Genesis G80 изменилось оснащение. Так, из гаммы исключена топовая версия Elite. Но обивка сидений кожей Nappa, доводчики дверей, адаптивные фары и продвинутый круиз-контроль стали достоянием более скромных версий. Также создан вариант Royal, где вместо трехместного дивана сзади стоит пара раздельных кресел. А для их пассажиров установлены 9-дюймовые индивидуальные дисплеи. За 100 тысяч рублей доплаты можно заказать трехрядную компоновку. Добавим, что среди премиальных одноклассников капитанские сидения на втором ряду предлагает только Volvo XC90. Калининградский завод Автотор начал сборку кроссоверов Kia Sportage нового поколения. Степень локализации будет минимальной, так как проект подразумевает крупноузловую технологию производства. Это значит, что из Южной Кореи приходят комплектные кузова, силовые агрегаты, а также узлы шасси. Все это собирается воедино, после чего машины получают российский ВИН. Стартовая цена объявлена под занавес прошлого года. Напомним, за новый Sportage планируют просить минимум 2 миллиона 330 тысяч рублей. Впрочем, продажи должны начаться только во втором квартале, а значит, даже начальная цена может измениться. Все комплектации будут опубликованы ориентировочно в апреле. Добавим, что сборка Sportage на Автоторе будет длиться около года, а в 2023 году кроссоверы Kia Sportage и Hyundai Tucson переедут на новый завод Hyundai. Это бывший конвейер GM, что расположен в Санкт-Петербурге. КОНЕЦ